Приветствую вас, Евгений. Давайте разберем ваш вопрос. Значит, ключевой момент заключается в том, что вы хотите семью. Вы хотите быть как определенный слой общества, определенный тип людей. И вы хотите быть таким, собственно говоря. У вас, судя по тому, что я могу видеть, таким будет не получается. С другой стороны, вы хотите некоторой свободы. С другой стороны, вы в какой-то степени, наверное, понимаете, что... Свобода, семья, брак, родительство, это... Ну, в общем и целом, ограничение свободы. И да, вашему брату случилось встретить человека, который его свободу не ограничивает, пребывая в браке. И разделяя с ним родительство. Но не факт, что ощущение, чувство свободы у вас и у вашего брата одинаково. То есть, совершенно не факт, что вы с своим братом, ну, свободу, понимаете, одинаково. То есть, вы вот, для вас свобода, это одно для брата вашего. Свобода, это совершенно другое. А вы как будто вот все под одну, ну, под одну гребенку, да. Вот вы все под одну гребенку, как будто вы гребете в свободу. Вот. Понимаете? Такая штука. И, на мой взгляд, это является ключевой проблемой. Следующее. Семья. Сама по себе. Потребность. Семья. Нормально. Но исключительно как... Я бы сказал... В необязательном варианте. То есть, хорошо, если будет семья. Здорово, если будет, если будет семья. Но необязательно. Вы же именно хотите семью. Я уверен, если вы спросите своего брата, он скажет вам, что, вообще-то говоря о семью как таковую, он, скорее всего, не хотел. Вот именно прямо семью. Либо он встретил такого же человека, который так же, как он хотел семью. И им повезло, что семью они хотят одинаково. Это большая редкость. В основном, каждый в семью вкладывает что-то свое. И не всегда это что-то свое является чем-то позитивным. Поэтому надо понять, что вызывает именно у вас желание семьи, потребность семьи. Какое желание. То есть, семья, поймите правильно, семья здесь всего лишь средство. Это просто средство. И не более того. Через семью вы что-то для себя хотите получить. То есть, реализовать свою потребность в чем-то. И вот именно то, в чем вы пытаетесь реализовать свою потребность, нужно поисследовать. Потому что, семья не устроится в таком ключе. Семья выстраивается свободно. В необязательном. В необязательном. В необязательном ключе. То есть. То вот именно. Ну, в совершенно необязательных сторонах. Построю семью. Хорошо. Не построю. Семью. Ну и. И ладно. Собственно. Вот. Вы же в этом именно что нуждаетесь. И это вызывает вопросы. Вопросы причем. Причем такие. Достаточно серьезные. То есть, либо вы чувствуете себя белой вороной из-за этого. Либо вы пытаетесь себя там окружить людьми. Вот. Для чего-то вы пытаетесь это делать. Это как бы тоже такой-такой достаточно важный момент. Достаточно важный нюанс. Ну, в любом случае, с потребностью вашей в этом направлении. Нужно разобраться. Потому что сейчас она вас в большей степени, на мой взгляд, Собственно. Вбивают нежели чем дает плюс. Какой-то. Понимаете? Вот. Поэтому. Ну, то есть, ничего хорошего. Из-за вот. Наличия данной потребности. Вы для себя не получаете. Кроме только. Только. Такой вот. Некоторой. Фрустрации, я бы сказал. Который, опять же, не способствует тому, что вы приближаетесь к созданию семьи. Ну, это нормально. Это нормально. Потому что вы, наверное, слышали такую поговорку, да? Чем больше человек чего-то хочет, тем меньше у него это получается. Это вот как раз про это. Потому что семья, она создается естественно. Она естественно абсолютно создается. Вот. И любая попытка заставить что-то вот, ну, любая попытка заставить как-то насильно, да? Вот через силу, значит, ну, реализовать вот эту вот, ну, вот эту вот идею, да? Идею семьи. Она, это попытка, любая попытка, она приводит к сожалению только вот к какому-то негативу. Ну, это в данном случае это абсолютно нормальная история. То есть тут, ну, в этом нет ничего необычного, в этом нет ничего сверхординарного. Вот. То есть это нормально, кстати. Сразу вот, у вас вот то, что в психотерапии называется сверхмотивация. То есть вот, ну, в частности, в гештальтерапии, то есть она называется сверхмотивация. Когда человек чересчур замотивирован на совершение каких-то действий. Сверх замотивирован на получение чего-то. Вы сверхсильно в этом нуждаетесь. Вот. То есть я думаю, что какую-то вот общую неуверенность в себе, какие-то сомнения может быть в отношении себя. Вы компенсируете как раз потребности в семье как способом, неким способом себя защитить, как неким способом себя оградить, может быть, от чувства, что с вами что-то не так. Вот. Ну, это в любом случае моя гипотерия на данный момент. Вот. Я не уверен до конца, что это правда. Я пока говорю просто вот. То, что мне вот кажется, то, что мне видится сейчас. Вот. Вероятно, вы, опять же, подавляете себя. Ну, просто подавляете какие-то свои чувства, да, подавляете какие-то свои желания. Вот. И пытаетесь компенсировать то, что вы себе подавляете, а пытаетесь компенсировать это семьей. Вот. Ну, понятно, что не получается. У вас это не получается. Ну, и понятно, что есть некие стереотипы относительно такой вот социальной какой-то жизни, да, есть некоторые стереотипы, вот, с которыми, ну, точно нужно что-то делать, на мой взгляд, как-то корректировать, отправить, чтобы вас это не травмировало. Значит, дальше. Обратите внимание, вы не задаете свой вопрос. Вы не задаете вопрос специалистам, не задаете вопрос психологам. Вы, как бы, просто оставляете вот это, ну, на наше усмотрение. Вот. Просто оставляете, то есть, у меня такая проблема, и все. Я себе запутался, и все. Я думаю, что в этом тоже есть какая-то личная выгода ваша, вторичная выгода, пусть и, пусть и вторичная выгода. Вопрос только в том, какая вторичная выгода в этом есть. Может быть, это возможность ничего не делать, не ошибаться. Может быть, это страх как ошибки, так и страх быть отвершенным, страх показать свою несостоятельность. Вот. Это первый момент. Это первый момент. Второй момент заключается в том, что при таком подходе вы не сможете воспринимать человека, ну, женщину, как самостоятельную какую-то единицу, вот, то есть, вы сможете воспринимать ее исключительно как средство, как средство, ну, реализации своих потребностей, например, той же, той же потребности в семье, например, вот, и как вы понимаете, хорошего в этом нет ничего, ну, для ваших отношений с ней. То есть, это опять же вопрос в том, как вам видятся отношения, то есть, ну, вот, какие вы видите отношения для себя приемлемыми. Вот, это достаточно важный момент тоже, потому что нужно, чтобы отношения соответствовали к следующим. вот. И, значит, последнее, на что бы я обратил ваше внимание, однозначно, что у вас по какой-то причине не спорвались отношения с теми девушками, с которыми вас, ну, так или иначе эти самые отношения достроить получалось. То есть, что-то в вашем поведении их, то есть, девушек, отталкивало. Вот, эээ, вот это что-то, что их отталкивало, нужно рассмотреть, ну, разобрать и ваше поведение скорректировать. Потому что ситуация заключается в том, что даже, эээ, если мы говорим про такой вот излишне объективизированный момент семьи, эээ, все равно вы мужчины, все равно вы хотите быть с женщиной, вот, хотите угомодиться с женщинами, хотите отношения это нормально, вот, ну, тут очень важно к этому подходить адекватно. Ну, а, чтобы подходить к этому адекватно, нужно, эээ, понимать, как и что руководит вами, эээ, при, ну, при реализации, да, этого самого поведения. Вот, такой момент, я думаю, можно здесь осуществить. На этом все, эээ, я надеюсь, что, эээ, помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!